Я родился в Приморском крае, в городе Партизанский, где вот про кедры и узнал, в смысле, в смысле, в смысле. А на Сахалин приехал после армии, прошел срочную, и встроился матросом на плавбазу, Ильяна Марклевская, в столе, в находке, в ремонте. Вот так оказался на Сахалине. Проявил комсомольную... сделали секретарем комсомольской организации, избрали. Скажем так, ну как, я делал то, что как бы должно было делать. Груще, чего там прям это самое, это как бы слишком официально все. Мне нужно вот сопровождение проекта, такое, что вот меня, что удивляет. Казалось бы, у нас уже много лет про нас говорят, про нас как бы вот пишут, показывают по телевизору. Но каждый сюжет, каждый сюжет, даже публикация, вот допустим, последняя в российской газете, такое вызывает отклик, что вот мы только узнали про ваш проект, как можно к нему присоединиться. Поэтому я с таким удовольствием общаюсь и со средствами массовой информации. Но у меня как бы есть маленькая претензия, не претензия, может, или пожелание, как это выразить. Ведь проект такой, он, скажем, во-первых, не коммерческий. Он привлекает огромное количество людей, потому что он востребованный. Востребованный через то, что люди не просто высаживают кедры и другие деревья. У меня кедры преобладающие культурой. Но это не значит, что, когда я говорю кедры, я говорю, другие деревья исключаю. Нет. Нет. Я категорически против монокультуры, потому что, допустим, вы, может быть, не столь хорошо знаете, когда заходишь, допустим, в чисто хвойный лес, прекрасно, хорошо, это одни ощущения. Когда заходишь в чисто лиственный лес, особенно когда березки там преобладают, тоже хорошо, тоже душа отдыхает. Но когда ты попадаешь в лес смешанный, где растут лиственные, и прибудая, допустим, тех же кедровников, это совершенно другая жизнь, совершенно иная аура. Поэтому я говорю, когда про кедры, я говорю про то, что выращивать деревья надо все. Монокультура исключена, это однозначно. Поэтому в дальнейшем, чтобы было понятие об этом самом. И вот... Вы как Мау, да? Вы свели тысячи цветов. И цветы должны цвести, и кустарники должны, и деревья должны быть разнообразные. И вот когда люди высаживают кедры и другие деревья, они же не просто высаживают деревья. Они улучшают свою среду обитания. Потому что когда кедры, при всех их, допустим, огромном числе достоинств, я бы основным назвал то, что когда эта малышня подрастет, они начнут выделять фитонциды, это летучие химические вещества, помимо того, что это божественный аромат, ну, скажем так, я когда читал про фитонциды, я про кедры перечелывал в литературу, а когда читал про фитонциды, думаю, ну, какая-то фигню пишут, потому что в голове не умещалось то, как вот описывает их, как бы, ощущения. Но когда я ощутил, я понял, что то, что писали, настолько это блекло, настолько это не выражает вот этих вот всех ощущений. Я вот человек достаточно эрудированный, я не могу подобрать в русском языке. Вот я пишу «Помоги свободно» мало, кто пишет лучше меня, хотя есть такие люди. Но я пробовал описать, я не могу подобрать слов в русском языке. И я махнул рукой и закончил тем, что называю это райское или божественное наслаждение, потому что действительно писать. Помимо аромата вот этого божественного, кедра обладают уникальным активаритетным потенциалом, потому что там, где вот растут кедры, там нет, там не живут вирусы ковида, вирусы свиных птичьих гриппов, антиптических пониманий и всего прочего. Потому что кедры уничтожают все. Я даже с таким описанием сталкивался, когда проводили эксперимент, взяли определенный объем воздуха из операционной и с кедрового бора. Ну, операционная, представляете, что такое? Какое там оборудование для очистки воздуха. И когда выяснилось, что в воздухе, взятом из кедрового бора, число бактерий на объем воздуха меньше, чем операционный, ну, это, по-моему, хоть это похоже на фантастику, но после того, как я все больше познаю кедры, я склонен считать, что это именно соответствует действительности. Так что вот такое вот. Поэтому, когда будут кедры расти, почему у нас одна из целей проекта, чтобы сделать так, чтобы в каждом поселке и городе Российской Федерации были кедровые рощи. На первом плане, в 21-м году, у меня же, кроме проекта кедры России, есть еще проект «Превратим Калининградскую область к кедровый край». Как и было на Сахалине. «Превратим Сахалину и Калининград». Сейчас и про это поговорим. Да. И вот с 21-го года намечается у нас высадка в каждом поселке в городе Калининградской области кедровых рощ. А с 23-го года начнем уже вот эту вот часть нашего проекта реализовывать по всей России. Ну, то есть, разрослись. Ну, как разрослись. Просто делаем то, что нужно людям, то, что людям, у людей востребовано, то, что им нужно. Попытаем время на Сахалин. Вы приехали, немного рассказали нам о том, где родились. А вот тот момент, когда уже началась эта история на Сахалине, СМТ-любитель, я понимаю, что это сейчас не самые приятные эмоции будут. Почему? Ну, очень приятные. Уже пережитые. Нет, во-первых, неприятно, потому что это как раз было становление моей кедровой мечты. Поэтому там временные передряги, это же жизнь. Поэтому никуда не уйдешь. И относиться ко всему нужно просто-напросто по-философски. Все, что происходит, это все к лучшему. И если бы не было того, то случилось бы и это. Ну, давайте просто те, кто не знает, не к теме вопроса. И сейчас, например, Третья Патья, Карсаковский район, все начинается. Я, насколько понимаю, из той литературы, которую я почитал, из тех интервью, не все так гладко было и с местной администрацией, и с жителями, которые в СНТ проживали. И суды были. Ну, все это, скажем так, для меня лично и для моих кедров настолько, скажем так, не имеет какой-то важности и значения, потому что это просто-напросто было как бы сопровождение какие-то нюансы становления, допустим, может быть, меня, как-то называют меня с кедровым папой, любителя кедра, да, становления нашего проекта. И просто-напросто это должно было произойти, потому что это произошло и потому что все это вылилось вот в такое вот сейчас грандиозное дело. То есть никакой грусти в принципе нет? Нет, не может быть, потому что все, что происходит в прошлом, оно просто-напросто должен быть какой-то философский подход, не засыкливаться на каких-то вот каких-то проблемках, а руководствоваться чем-то более такими значимыми вещами. Да, конечно, тогда были какие-то элементы разочарования, конечно, были элементы неудовлетворения, особенно когда, допустим, я встречался с бывшим мэром Корсаковского района, Рудаковым, тем более мы с ним вместе работали начальниками отдела в департаменте городского хозяйства. Я считал, что этот человек нормальный, как бы, и когда я его просил, чтобы, допустим, там гектар земли выделить под питомник, тем более я не просто просил, я говорю, я же вашим Корсаковым уже больше 5000 кедров выделил бесплатно. Почему бы вот как? И я знаю, я сам работал в таких должностях и знаю, что, допустим, там найти гектар, там сколько угодно, это не проблема для властей, это все определяется, скажем так, состоянием человека, личным желанием, скажем так, пониманием, для чего это делается и нужно ли это ему лично. Рудакова оказалось не нужно. Если бы я знал, что ему нужно было дать взятку, конечно бы дал бы, потому что у меня настолько было, ну, я даже не предполагал как-то работаю в такой должностях говорить о взятках. Мне предлагали, да, когда я тоже работал потом в должностях, предлагали очень много, но я просто вообще эти вещи пресекал, потому что смотришь, реагируешь на любую просьбу, не через призму, тебе это нужно или не нужно, выгодно тебе или не выгодно, а для, прежде всего, нужно для района, для людей, ну, в частности, когда вот был, исполнял обязанности мэра южно-куридского района, как вспомнил, аж вздровну, допустим, такая ситуация, просят, допустим, там, получить право на разрешение добычи горбуши, краснорыбы. Ну, да, есть возможность, да, его нет, как бы, в списках, а почему бы не сделать, допустим, доброе дело, заключаем, спрашиваю, вы готовы автомобиль скорой помощи представить для нашей центральной районной больницы? Да, готовы. Давайте договор подписываем и работаем. К сожалению, потом эта сделка была отменена мэром, который вернулся из отпуска с земной, но договор есть в наличии, можно было автомобиль получить, потому что по линии, допустим, там бюджета, когда мы это получим? И когда есть какой-то потенциал ресурсный у властей, я считаю, что его нужно всегда использовать в интересах развития территории, в интересах людей. Поэтому и потенциал этот преогромнейший, потому что, ну, скажем, когда я сам проработал в этой сфере и знаю, как бы, возможности, и когда я слышу в ответ, что нет, не могу, нет возможности, думаешь, ну, елки-палки, ну, что же так, просто на таких людей машешь рукой, как бы, вот так вот. А как, почему так вот происходит? Почему, ну, этот человек во власть попадает и происходит, это как-то, ну, совершенно по-последствии. происходит, ну, это по очень простой причине. У нас система подбора чиновников, она крайне-крайне несовершенна. и вот сейчас та же вертикаль власти, которая сейчас выстроена в России, у нее есть свои достоинства, свои преимущества есть, то, что позволяет как бы людей в случае, допустим, там, каких-то, допустим, там, выявленных, скажем так, изъянов убирать. Но сама система подбора, по моей оценке, она выстроена неправильно. Почему? Потому что присутствует элемент безответственности за ту работу, на которой стоят чиновники. И поэтому на работу устраиваются не те люди, которые, принимаются не те люди, которые, допустим, способны проблемы решать. Как правило, эти люди крайне для власти неудобны. Вот один из них перед вами стоит, работая на каждой должности, которую я прошел на Сахалине. Я всегда испытывал кучу проблем. И на той же последней должности, когда работа начальником отдела санитарной очистки города. Из-за чего проблемы эти возникали? Ну, вот простой пример элементарный. Ежегодно город Южно-Сахалинск тратил на ликвидацию несанкционированных свалок от 30 до 40 миллионов рублей. 30-40 миллионов рублей в год. А у меня в практике случилось так, что люди неравнодушные, люди порядочные, когда видели, что с какой-то машины сбрасывают мусор, они обращались ко мне с информацией, что вот такая-то машина там-то сбросила мусор. Я не спрашиваю, вы готовы подписать акт о том, что вы были свидетелем этого дела? Они «Да, конечно, мы надо с этими негодяями бороться». Ну, я пишу акт, с этим актом иду в ГАИ, мне вызывают этого водителя, я ему предъявляю заявление этого гражданина. И меня удивляло то, таких случаев у меня было ежегодно 10-15 случаев. Все случаи эти, все подписывали протоколы, убирали мусор, платили штраф. Я из этого делал, взял вывод, а ликвидация несанкционированных встанок, она образуется от того, что люди просто сбрасывают свински, по-хамски. И все, как бы вот. Разработал порядок премирования за представление информации по фактам сброса мусора. Вот только у меня было жесткое условие, чтобы вы представили информацию именно подтвержденной фотографией или фото или видеоматериала. Казалось бы, благое дело. Я прошел все круги ада согласования вот этого порядка. прежде всего финноуправления, начальник финноуправления города Южно-Сахаринска. Как это так, мы будем отдавать 40% из бюджета, это же надо нам бюджет пополнять. Я говорю, какие 40%-то деньги, эфемерные их нету. Но они появятся, если мы это примем. И мы еще с вами сэкономим 30-45 миллионов из бюджета, который мы кидаем. Согласовали. А там сейчас такой порядок введен, что прокуратура согласовывает, только тогда уже может правовой акт запустить в работу. и прокуратура задробила мне этот порядок, написав заключение, что ущемляет интересы предпринимателей и юридических лиц. Естественно, я с этим боролся, каждое выступление, ведь официально не прошел документ, официально он не принят, ты не имеешь права нигде вступать, извините, вякоть. Но тем не менее, я понимал, что это самое. И вот сейчас на Сахалине произошла метаморфоза, когда нашу первую вице-мэра Наталью Куплину назначили министром ЖКХ. Я к ней ходил несколько лет с этим порядком, чтобы думал, новый человек, думаю, как бы она поможет. Бесполезно. И вот сейчас она когда выслала в должность, и когда ей новую губернатор подошел ликвидировать несанкционированные свалки, она этот порядок взяла за основу. И ведь прошло с тех пор пять лет, как вот она пришла в администрацию, я вот уже через совком пишу, Наталья Юрьевна, конечно, спасибо, Лимаренко, что он вам мозги прочистил, и вы увидели, что надо это делать, потому что другого варианта нет. И ей советую. Наталья Юрьевна, вы еще будете много на этой должности сталкиваться с проблемами, и позвольте вам советую. Вы не слушайте меня, не слушайте других лизоблюдов, которых у вас появится сейчас гораздо больше, чем было. Вы делайте по-простому, вам у вас проблема возникла, вы проводите мозговой штурм решения этой проблемы, собирайте мнение Санжаровых, Петровых, Ивановых, Сидоровых. Меня в моей ситуации шокировало то, что я предлагаю вариант решения проблемы, никто других вариантов не видит и не предлагает, но все говорят, не пойдет. Извините, это же маразм, дебилизм, когда вот эта ситуация возникает, которая позволяет сохранить бюджетные средства. И все-таки, сейчас это мой механизм включен, и я спрашиваю, Наталья Юрьевна, а вот если бы вы платили бы из своего денег вот эти вот 30-40 миллионов, вы, вы, Натсадин и прочие, которые не гринберг в том же числе, вот если бы платили бы, вы бы приняли бы, тогда бы приняли, потому что у них личные деньги, а это как бы вот так, и вот я к чему клоню. Сейчас возвращаемся к ответу на ваш вопрос основной. И вот получается, что таких людей, которые понимают, которые имеют свое мнение, они крайне неудобны для руководства, поэтому принимают друзей, родственников, знакомых, любовников, любовниц. Почему это происходит? Потому что вот она сидит, или он сидит на этой должности, да, у нее нет ответственности за то, что она принимает решение правильное и неправильное. Не просто ответственность за какой-нибудь эфемерной, моральной, а реальной. Вот я считаю, что система власти заработает тогда, в том случае, когда эта ответственность будет выражена не в каких-то там, допустим, махания крылышками в громких речах, а в конкретных вещах. Начиная с должности начальника департамента управления муниципалитета любого, и все должности пошли выше, вице-мэры, мэры, начальники управления ведомства, территориальных, потом региональных структур, федеральных структур. Вот срок полгода. Я считаю, что полгода это срок реальный, исходя из тех должностей, на которых я работал. Понятно, что первые полгода они не будут какими-то поворотными, надо человеку разобраться в ситуации, тогда ему надо будет проанализировать причины, в том, выявить причины, к чему это привело, и выработать мероприятия. Вторые полгода уже дадут какие-то результаты, а через третий-четвертый срок мы уже увидим реальные сдвиги. Почему эти сдвиги произойдут? Потому что те люди, которые сидят на этих должностях, они уже будут знать, что у них под задницей кресло с каждым сроком становится все горячее и горячее, и он подумает, кому ему брать? Друга, подругу, любовницу, родственника, который, скажем так, мало соображает, их надо годами учить, или взять человека того, который понимает, эту проблему. И от таких людей найти просто. Просто-напросто, когда... Пойдут ли такие люди? Пойдут. Если увидят, пойдут. Потому что... Вас бы позвали, сказали, Иван Иванович. Нужно. Бороться со всем. Вот в эту систему, которая сейчас, я не пойду даже под расстрелом. Получается, туда и пойдут нормально? Я говорю, в эту систему. А если система будет такая, которая будет нацелена на результат развития территорий, на результат развития, улучшения жизни людей, я пойду. Я ни на что, и кедры свои буду развивать, кедровый проект, а еще массу других проектов, которые будут в интересах людей. Вот, допустим, опять же, та же программа курильская. вы пойдете, когда будете понимать, что это все-таки не вот так вот там посидеть, а вот чтобы что-то сделать. Вот я вам говорил, что я являюсь тем человеком, который обосновал идею курильской программы. Она появилась вообще как бы ниоткуда, эта идея. Нет, она появилась откуда-то. Это просто далекий 87-й год. Я вам говорил, что после ВВШ меня направили в заведующий морководел на райковую партию, потом отправили в райисполком, тогда же сидела под такие кадры была. Вот я спортивный на советскую работу в исполнительный орган власти. И я работал тогда зампредом, зампредседателя райисполкома, представителем районной плановой комиссии, сейчас вице-мэр по экономике. И у нас была фишка у руководства района, что наш район самодостаточный. Мы добываем много рыбы, биологических ресурсов, мы сами себе обеспечиваем. Но ведь самодостаточность, это же не просто какая-нибудь там фраза, это же экономическая категория, она легко просчитывается. И я просто ради спортивного интереса просчитал, сделал запросы во все организации и на наши предприятия, и запросом, сколько мы потребляем, сколько мы производим товароуслух. И когда казалось, что мы производим 25-27% от того, что мы потребляем, ну это был взрыв маленькой бомбы. Я стал первым врагом у нашего первого секретаря, представитель распредвисполкома, он ко мне нормально относился, как бы с пониманием, но ведь ресурсов в самом деле много. Вот они все в панике, а я думал, так, а что же надо сделать для того, чтобы поднять нашу экономику района на уровень самообеспеченности. И разработал предложения, которые заключались в том, чтобы, включая все сферы экономики и социальной сферы, по тем параметрам, которые были тогда, какой нам нужен объем производства продукции, сельхоз, промышленные продукции, строительные работ, чтобы нам выйти на тот уровень, чтобы выйти на самообеспеченность. И таким образом появилось предложение по развитию экономики и социальной сферы Курильского района, там была в конце маленькая приписка, что для того, чтобы эти предложения вступили в силу, необходимо заключать договор с научно-исследовательским институтом или фирмой, которая обладает правом принятия федеральных программ, которые имеют лицензию на разработку программ. И мне крупно повезло, что тогда у нас в области был вице-мэр Серенко Виктор Сергеевич, который мои предложения передал в научно-исследовательский институт Министерства экономики РСФСР, тогда еще было. И через буквально полгода, нет, чуть больше, может быть, это через год, появилась первая программа. При этом, когда я эту программу согласовывал в районе забрания депутатов, ой, меня освистывали. Представляете, зампредседателя вице-мэра называли дурачком в открытую, человеком, не понимающим ничего в жизни, строителям воздушных и песочных замков. Ну, я тоже пишу заявление, посылаю всех подальше и увольняюсь. И, представляете, через год выходит первая федеральная программа, в которой страницами дублируются мои предложения. Мне, конечно, было приятно, очень приятно. Самое главное, что я был вот, когда это все происходило, да, когда вот освистывали, возникала мысль, а ты кто такой вообще, откуда ты взял, что это должно быть так, почему это самое, а аналогов же нету. В комитете экономики смотрят, как на пришельца с такими вопросами, что тебе плохо живется, ты столько зарплаты, куда ты нафиг лезешь, как бы так вот. И вот тогда я понял, что у меня есть дар, как бы предвидения, как бы, которые вообще, как бы, ничем не это самое. Но программу-то эту похерили в целом-то. Почему я говорю, я могу, смело похерили. Но похерили не в той части. Вот она сейчас до 25-го года продлена. Сейчас вот фактически она работает 92-й год, да, 90-й год. Это сейчас у нас получается уже 30 лет. Что сделано за эти 30 лет? Вот я писал письма постоянно, если еще интересно, я могу поднять свой архив. Всем президентам писал, всем губернаторам. О чем мои были письма? О том, что я указывал, что федеральный центр сделал великое дело. Они создали на Курилах инфраструктуру. А что такое инфраструктура? Это кровеносная система экономики. Она создает условия для не просто там развития какого-то, она создает условия для форсированного развития экономики. Но сделали инфраструктуру и на этом остановились. А дали на откуп эти Курилы Верховскому Александру ему спасибо. Он там делает свое производство другим ребятам, которые работают. Но это же потенциал ресурсный, он используется там на какие-то доли процента. Ну, может быть, там 10-15%, остальное все куда дается. По данным бывшего Министерства СССР, в свободной экономической зоне Курильских островов добывается возможных добыт ежегодно от двух вознаболеваемых ресурсов ежегодно от 2 до 4 миллиардов долларов. И вот ситуация, чем она абсурдна? Скажем так, ну, извините, я извиняюсь, маразм ситуация. Курильская программа работает 30 лет. Вложены огромнейшие деньги, но создана инфраструктура, которая является основой для развития экономики. Но нет самого главного, развития той же самой экономики. Потому что то, что происходит, это не есть использование всего потенциала Курил. В чем проблема? Проблема в том, и я это писал во всех этих письмах президентам, губернаторам, федеральным инспекторам, главным инспекторам Пасхалинской области, что нет программы экономического развития, которая является обязательным атрибутом, сопровождающим наличие любой федеральной программы. Я вот во всех этих письмах задавал вопрос. Вот скажите, если бы у японцев и китайцев было бы такое вот колоссальное богатство, ресурсное, за сколько бы лет они прозвели Курилы? Я даю сам ответ. За 2-3 года у нас 30 лет длится, продлится еще лет 30-50, пока вот это вот мысление чиновников не изменится. А теперь я перехожу на ответ на тот самый вопрос. Почему это не происходит? Ну, во-первых, потому что если у нас вот эта вертикаль власти, она нацелена на одного человека. И вот когда вот наш президент пальчиком пошевелит и скажет развивать экономику, вот тогда все за шевеляться и вспомнят по моим предложениям, а также предложения других ученых, людей, которые об этом тоже говорят. И второй вариант может развиваться эта ситуация положительный вариант и тогда, когда вот эти вся вот оченочные рачи, начиная от начальников департамента управления и кончая там сотрудниками администрации президента, всех министерств включая, будут знать, что если они не добьются подвижек, у них просто теряется вот это вот тепленькое место, которое им уже гарантировано только потому, что они туда попали, в эту обойму. Вот поэтому бардак этот весь и происходит в нашей стране. Не думаю, а уверен, потому что я ну тем не менее вот лесопромышленный комплекс тоже вот опять же благодаря нашей системе старые похерили, уничтожили всю систему и воспроизводство леса и охрана леса. Вот сейчас все-таки прошло какое-то время. Начали совещание президента вроде бы дало надежду на то, что ситуация поменяется. И она поменяется, потому что все-таки после того, как наш президент что-то говорит, действительно что-то происходит. Насколько это будет быстро? Я понимаю, что моему проекту кедровому и нашей системе, которая у нас организована, нет места в этой как бы системе. Тут же надо думать веками. Да, тут надо думать веками. И тут еще другая проблема. Системе Министерства экологии, которая занимается у нас Рослесхозу нашему, просто моя инициатива, она не то, что неинтересна, она и вредна. Почему? Потому что у меня, допустим, себестоимость выращивания саженца кедра, двухлетнего кедра, составляет 4,5 рубля. По информации одного из регионов на уровне Министерства, не буду пока говорить, какого, мы сейчас садим питомник по их просьбе, они закупают саженцы кедра для лесфонда по цене 15 рублей за штуку. На будущем цена будет 20 рублей. Я им предлагаю цену 7 рублей, они довольны, потому что цена как бы такая очень привлекательная. И я знаю о том, что если мы куда-то выйдем в регионе на торги, которые проводятся, и узнают мою цену, мне тут же включится вся государственная машина на то, чтобы загнобить, задавить, потому что им невыгодно вот такие вот инициативы, как и все другое. Поэтому развиваемся только исключительно за счет поддержки неравнодушных граждан, особенно вот я хочу, чтобы это вот осталось обязательно, это вот то, что вы видите, это благодаря единственному человеку, не мне, не мне, потому что я просто механизм реализации вот этих идей, Катя, да, я инструмент, вот Катя Чи, блогер натуропат, человек неравнодушный, когда вот просто сначала решила для своих подписчиков блога 500 тысяч а потом говорит, Иванович, такой проект, да я буду вас поддерживать, сколько вот можно. И вот сейчас у нас вот это все создается, наши три питомника, которые в Иите, которые в Уфе, которые в Санкт-Петербурге, питомники, которые создаются в Приморском крае и в Братске, это все делает один человек, а вот это вот, тот же министр природных ресурсов, который обещал на Первом канале на передаче права на поддержку нашего проекта, все остальные, ну, как бы остались там, где они были. Мы, при всей востребованности вот этих вот саженцев, деревьев, при той, скажем так, огромной массе людей, которые заинтересованы, сейчас они заинтересованы в улучшении своей среды обитания, но они уже думают как восстанавливать водоохранные зоны, как восстанавливать места в массовых пожарах, вырубки, как очищать вот эти все вот эти вот загрязненные места. Мы можем в нашей, вот я же говорил, что уже два питомника у нас создаются, еще мне просят восемь регионов создать питомники, опять же, вот благодаря тем людей, которые поднимаются. И, если, допустим, была бы также минимальная поддержка, сравнить 15 рублей цена госцена и 4,50 наша цена. Это в три раза меньше. Мы бы могли уже в 24-м году выйти на объем выращивания только одних кедров до 100 миллионов в год и других деревьев в пределах 50 миллионов. Это так просто. Я, когда говорю так просто, это не значит, что я не совсем как бы, вот, допустим, я уже кедрами занимаюсь 11 лет. Если бы мне тогда сказали, что я буду выращивать там миллионами, я бы просто покрутил пальцем и сказал, во-первых, нафига это мне надо, во-вторых, как это вырастить такое огромное количество. А сейчас я говорю, что действительно это вот просто потому, что когда ты знаешь все составные решения проблемы, у тебя четко есть представление об алгоритме действий, что и как надо делать, какие действия следует принять первое и очередное и последующее, это получается просто. Это другой вопрос, колоссальный объем работы, прежде всего, людей подобрать, их подготовить, но это технические вещи, а когда принципиально решены, оно уже как бы вот так вот. Поэтому если... Художники говорят, главное накидать эскиз, а там уже деталь. секреты художественного мастерства я не знаю, а вот это я уже, наверное, знаю, уже скажем так. Ну, тогда давайте перейдем к вопросу о том, как произошло, потому что Сахалин был, Третья Пать была, Курилы были, а теперь, ну, сколько, 10 тысяч, 9 тысяч километров разница. С одного края на другой? Вот этот момент. Когда приняли решение? Когда, вообще-то, и мысли не было никакой уезжать, хотя мне, тогда уже проект нас уже получил как бы признательность, были предложения, в частности, и из Тула, из Липецка, много регионов приглашали, но я не рассматривал себя вот в этот Сахалин, потому что меня все устраивало. Я занимался любимым делом, разницы, где выращивать кедры для меня вообще никакой не существовало. Главное, чтобы у меня было как бы вот место, где выращивать. У нас был питомник, теща любимая выделила мне на 8 соток из своего дачного участка, где я выращивал, и я так себе думал, значит, выращивайте кедрыки, они у меня разойдутся, потом на этом же месте посажу новые, и буду как бы организовал питомник в лесу, на месте бывшей вырубки, вместо пожара, еще там была свалка несанкционированная, убрал огромное количество мусора, чтобы туда можно было подъезжать техники для всяких нужд. Был спокоен, место было такое, где нормальные люди не ходили, и я был как бы вот, если что-то будет проблем с дачами, там буду развивать, потому что там много было, где-то не сосек, как бы никто про них не знал. И когда вот случилось, что, когда мой питомник дачный исчерпал как бы свои мощности, и я стал высаживать проросшие орешки на этой земле, я тогда не знал, у меня же нет образования специального, кстати, проблема серьезная, почему сейчас сына я отправил в колледж, сейчас он изучает все эти вот основы. Оказалось, что за 3-4 года, когда кедры растут, вот на этой вот, хотя я знал про понятие системы оборудования, но я не знал, что оно может так выражаться и в отношении деревьев, проросшие орешки просто не сходили. Настолько вот за эти 3-4 года кедры, саженцы высосали, выбрали из земли все полезные химические вещества, необходимые для развития именно этого дерева. И я тогда думаю, ну ладно, проблемы нет, у меня есть в лесу как бы там питомничек. Здесь пока я буду там другие породы на деревья высаживать. Но тут добрались добрые люди до моих, и начали выкапывать, а мне возможности охраны проплатить как бы не было. А выкапывали что, на дому? На продажу. Потому что, потому что там какого-то мне рассказывали соседям, мы говорим, видим кедр продавить, так что ты кедра Иваныча продаешь? Какие Иваныча? Я в лесу выкопал. То есть человек не понимает, что если он глядка обостроена, это как бы вот кто-то может делать целенаправленно. И когда эти масштабы уже воровства начали приобретать большие масштабы, я понял, что проблема уже... И вот тогда я пригласил представителя нашего дачного товарищества, и вот Рудакова мэра, на что Рудаков заявил, нет, 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 у меня возможности нет. А представитель дачного товарища говорит, что ты заморачиваешься, у тебя вон за твоей дачей там пустырь, который захламлен, замусорен, забирай его, хоть там в порядок приведешь. собрали правление, правление единогласно, собрали собрание полномоченных, а там у нас больше 300 человек, общее собрание было собрать невозможно, люди просто не приходят. Тоже приняли решение, тем более мне не в собственность, мне вот в аренду временно, чтобы я просто питомник поднять. Ну и все нормально, соседи были тоже все согласны, как бы так вот с этим делом, тем более я на них территорию не покушался, вывез мусор, все облагородил, начал выращивать, там у меня очень много кедров было, высажено порядка 80 тысяч семян было. Да, это тогда для меня цифра была грандиозная, это была первая такая большая, а потом, когда уже миллионы пошли, как бы, ну это Сахалин важен тем, что я там состоялся как специалист по выращиванию кедров. Я именно там все вот это вот освоил. Если бы не было бы Сахалина, не было бы и этого, потому что это очень, скажем так, хлопотное дело, кропотливое, очень много нюансов имеет, и здесь действительно надо много знать. Почему спрашивают, потому что переезд человека в таком возрасте, это как большое дерево пересадить? Нет, не согласен. Я согласен с вашей, в той части, когда идет речь просто о переезде. А не согласен в том, что в данном-то случае переезд был не как сам переезд, а это было просто передислокация, которая позволяла дальше не делом заниматься, делом, понимаете, делая это тогда, когда вот хочешь на работу, да, вот мне когда говорят, ты работаешь там, я говорю, нет, это не работа. Работа тогда, когда ты занимаешься это тем, чтобы заработать себе на жизнь, чтобы семью прокормить, чтобы там что-то себе купить. У меня тех потребностей нет, у меня закрывают эти пенсии супруга, которые у нас достаточно приличные. А это просто образ жизни. Это не работа, это просто вот ты приходишь здесь и отдыхаешь. Я с удовольствием занимаюсь кедрами, теми же прополками, теми же посадками, но, к сожалению, объем работы с бумагами сейчас настолько огромный, что просто-напросто не вставляют времени для этого. И в данном случае был не просто переезд, а было перемещение в то место, где тебе создали условия для того, чтобы ты смог дальше заниматься любимым делом. Заниматься, жизнь свою не ущемлять, а жить полной жизнью, потому что даже, если честно, не знаю, где у меня более полная жизнь, или здесь, или там. Там-то уже все состоялось, там же все как бы вот так вот. А вот это вот, это зарождение новых жизней, это выращивание огромного количества, это инструмент пробуждения душ людей, которых у нас, у нас вообще людей хороших, огромное количество. Но они в силу разных причин необустроенности жизни, может быть, действий властей, как бы так вот, они просто их, они просто сейчас поразбежались по заколкам, по кухням, и не знают, что они могут что-то для себя сделать. И вот наш проект как раз позволяет им, во-первых, лучше их не раскрепостить, и улучшить свою среду обитания. Именно вот это и привлекает людей. Поэтому... Своими нужными. Да, нужными прежде всего для себя, для своих потомков, как бы вот так вот. И... Поэтому с переездом это было не переезд, это просто было перемещение, которое, да, хлопотно было, как бы так вот. Ну, во-первых, мы переехали сюда 17 июля... 18... 17 июня 18 года, а до этого я приехал сюда 6 апреля в отпуск на два месяца. Заложил питомник, заложил дом, как бы вот так вот. И мы уже приехали, тут уже кедры росли. У меня, кстати, на этом этапе, когда я вот закладывал питомник, был такой очень интересный момент. Пришает один мужчина, мужчина в таком возрасте и спрашивает, а можно у вас кедры посчитать? Я говорю, пожалуйста, считайте. В общем, считал, 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 насчитал где-то 1020 с чем-то. Чувствую, что устал, потому что попробуйте их посчитать как бы вот так вот. Говорит, ну все понятно. Я говорю, а что понятно? А вообще, с какой целью вы считали? А у нас тут группа товарищей засомневалась, что вы за такое короткое время смогли такое количество кедров вырастить. Я говорю, ну и что? Ну вот вы публиковали, что у вас 25 тысяч. Я говорю, а вы еще вон те грядки не посчитали. Я понял, что там и гораздо больше. Я говорю, и какой вывод вы сделали? Все, теперь мы вам будем верить. Уже не будем как бы вот так вот. Как бы такой, такой приятный как бы эпизод, как бы такой вот. Поэтому, когда живешь вот этим всем, это гораздо проще и воспринимается. И потом, кедры же, это же не просто деревья. Кедры считаются единственными деревьями, которые делятся своей энергетикой с человеком. И я вот, допустим, чувствую их поддержку, потому что они пытаются всемирно как-то вот показать, что они меня благодарят. Они же осознают, что если, допустим, со мной что-то произойдет, не будет другого человека, который бы так, будто о них заботился, так, будто их выращивал. Это выражается в конкретных проявлениях. Вот, допустим, на Сахалине я заметил, что вот, допустим, вот они вот так вот плотно растут. А когда при прополке их, там, по ничайке, допустим, выдернешь, даже если подернешь, они просто-напросто погибают. Вот я их там, когда вот выдернул, выдерял их по ничайке, я их там брал в рот, слюной смачивал, пересаживал, поливал. Гибли. Потому что это вот как бы так вот заложено. Прошло года три-четыре, вот не помню сколько точно, картина поменялась. Если раньше я вот выдирал в ничайке и пересаживал, они гибли, то сейчас я выдираю, пересаживаю, они приживаются. С супругой полем, допустим, на разных сторонах горятки, я выдираю, сажу, гибнет, она выдирает, садит, в нее, я выдираю, высаживаю, приживается, она выдирает, высаживает, гибнет. Она выдирает, я высаживаю, приживается. Как это понимать? Это что такое? Второй момент, вообще, не поддающийся описанию, я говорил про фитонциды. Фитонциды выделяют взрослые деревья. Я вот рассказывал, что когда вот я читал, думал, ерунда, а как-то прохожу у себя мимо своих кедров, я попадаю как в облако чего-то такого невероятное. Прошел, все, закончился эффект. Я возвращаюсь обратно и понял, что витеротик тянет от моих кедров, это те самые фитонциды. Но в природе это фитонциды выделяют взрослые деревья, которые минимум 50-60 лет и больше. А этим малышням 5-6 лет, это же как это? А у меня переписка идет постоянно с Святым Евгением Васильевичем, профессор-доктор наук, преподает в Воронежской лесотехнической академии, написал больше 200 книг про кедры. Вот я на его книгах и узнал, что такое кедры. И вот у меня с ним была переписка. И вот он мне пишет, Иванович, когда ты вот первый раз написал, когда завязались шишечки, мужские шишечки на кедре, как пыльники, на трехлетних кедрах, это невероятный случай, неизвестный. Здесь у меня уже на двухлетних завязались шишечки, и на сибирских там уже, на сахарине, на сибирских не завязались, только на корейских. Я собрал наших профессоров, докторов наук, все говорят, этого быть не может, потому что в науке это не зафиксировано. Я говорю, да вот же фотографии, ерунда это все. Когда я ему написал про фитонциды, он говорит, Иванович, ну, ты, значит, не заморачивайся. У тебя просто начал формироваться симбиоз с кедрами. Это реакция кедров, знак благодарности кедров к тебе. Поэтому у тебя будет происходить много невероятных случаев, будь к этому готов. И я тебе говорю, ни с кем не советуюся, потому что объяснения этого просто-напросто нет. Поэтому со мной, конечно, можно делиться, я понимаю, когда природа происходящего. Вот поэтому кедры это вот такое вот дело. А месяца три назад, вот там у меня, где вот мы были, возле ворот, там у меня кедры, которым год и семь месяцев, там было полтора годика. Был сильнейший ветер такой северный. И я уловил этот тончайший аромат фитонцидов. Но ветер все размазывал, поэтому как бы я думаю, неужели уже полутора летние кедры у меня уже начинают отдаривать. Поэтому в скором времени здесь будет оазис, такой оазис, который можно будет приезжать вместо санатория выдышать свежим воздухом. Как бы вот вот это вот кедры. И надо, и я стремлюсь к тому, чтобы вот это было везде. И мы сделаем это. Сделаем это или, допустим, там в течение десятилетнего периода времени, а может быть это растянется на 20-30 лет. Поэтому уже механизм запущен, мои единомышленники во всех регионах появляются. Вот у нас уже в 52 регионах есть наши координаторы проекта «Кедры России». С этого года приступаем уже к формированию сети координаторов на уровне районов, городов, поселков. Вот у нас по области тоже уже есть результаты вот этой работы. Для чего не нужны нам координаторы в регионах, координаторы районов, городов, поселков? Нам нужна первая задача. К 23-му году, в 1923-му году, предоставить бесплатно саженцы, кедров всем детским садам, всем школам, интернатам, многодетным семьям, по всей России. К 24-му году у нас задача всем утверждениям здравоохранения, больницы, поликлиники прежде всего. Потом мы переходим и одновременно мы решаем проблемы, во-первых, озеленения территорий общественных мест. Это дворовые территории, детские спортивные площадки, парки, скверы. Следующая задача у нас охват водоохранных зон, потому что вот пишут, особенно вот с Дона, вот у нас такие дубра выросли. Говорю, так давайте мы сейчас организуем у вас выращивание дубов, не только кедров, всех деревьев, которые там у нас растут. Вот для этого мне нужно, чтобы у меня была полная картина по региону, по всем регионам, сколько нам нужно саженцев для того, чтобы вот эти места обеспечить саженцами. Также мы, второе направление у нас в Кадиран Травтом заключается, чтобы подбирать людей для организации питомников. Вот я уже говорил, что у нас уже три питомника есть. Калининград, Уфа, Санкт-Петербург. Два питомника у нас уже образованы в ближайшее время, по крайней мере, в будущем году заработают. Это Приморский край, Иркутская область. И еще восемь регионов на очереди. Но более страшная задача, нет, не страшная, более грандиозная задача. Нашим проектом Кедра России предусмотрена и организация работы по озеленению засушливых регионов. Вот сейчас у нас с Калмыкией уже начинаем работать по резиденту проекта. И вот они мне предлагают, давайте вот кедры высаживать. Я говорю, нет, нет, кедры сейчас высаживать у вас нельзя. У вас сейчас надо высаживать прежде всего культуры адаптированной к вашему климату. И когда мы за лет пять-семь создадим подлесок из ваших местных деревьев, кустарников, вот тогда мы уже займемся за внедрение в вашу экосистему таких деревьев, как кедры, как буки, платаны и прочее. А пока надо работать в этом направлении. Я не вижу как бы проблем вот в реализации вот этих вот проектов. Я вижу трудности прежде всего в финансировании вот этих вот всех мероприятий, потому что представляете, вот где Калининград, где Сахалин, где Калининград, где Калмыкия. Понятно, что сибирские регионы это очень важны сейчас, как бы мы будем работать, мы будем работать во всем регионам. Поэтому наша задача, чтобы у нас в каждом федеральном округе были питомники с тем, чтобы саженцы не отправлять с Калининграда на Сахалин и в Хабаровский край и нашим городам и висим. А чтобы, допустим, питомник в Башкирии обеспечивал привозки федерального округа с саженцами и это ближайший как бы... Это думаете уже прям как стратегически? Ну, это не стратегически, это просто крестьянский подход, потому что мои саженцы идут... Крестьянский, скажите. Потому что мои саженцы летят, допустим, до того же Хабаровска пятеро суток. А когда у меня будет питомник, допустим, в Владивостоке, машинка подъехала в Шкотовский район, загрузили, и в этот же день они уже высаживаются. Поэтому, как бы, вот именно временного разрыва между выкапыванием и посадкой саженца, он является определяющим вот приживаемости. И поэтому мы же занимаемся серьезным делом, а не каким-нибудь там, допустим, там, проектом, который там нужен только для того, чтобы там похлопать в ладоши или там, допустим, там... Так что, поэтому вот такое вот дело. Замеченный разговор у нас случился. Вот внизу под этим видео будут все ссылки Ивана Ивановича на весь проект. Комментируйте, оставляйте лайки, делитесь. Да. Спасибо, спасибо. Это вам спасибо. Я же вот как родился вот на Приморье, да, мы вот пацанами, ну, сколько нам было по лету? 8-10. А дырка у нас была километра где-то 10. Кедровая. И вот мы туда бегали. Как сейчас помню, москиты отдаливали всякие разные. Вязали венки из полыни, на шею одевали, якобы отпугивает. Да нифига не отпугивает. А в лес заходили кедровой. Все, комарова нету, венки эти сбрасываешь. И вот тогда почему-то просто стоял, удивовался, пацаны там бегали, там что-то там, там ягоды и прочее. А я просто вот, просто на них смотрел, вот так вот. Я же не знал, что это вот так влияние кедров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok